В Тункинском районе тушит крупный пожар. Причиной возгорания стало ДТП. Водитель легкового автомобиля врезался в резервуар с газом, расположенный рядом с кафе, из-за чего произошла утечка газа с последующим воспоуменением. По предварительной информации водитель автомобиля Мазда Дэмю, не справившись с управлением, совершил наезд на препятствие здания общепита, расположенного по улице Трактовая. В результате столкновения произошло возгорание подсобного помещения кафе. Водитель с места происшествия скрылся. В настоящее время на месте работают сотрудники полиции. Проводятся оперативные рискные мероприятия, направленные на задержание гражданина, находившихся за рулем транспортного средства на момент дорожно-транспортного происшествия. До прибытия пожарных огонь охватил помещение, где находился газгольдер, и перешел на крышу кафе. Существовала угроза распространения огня на близлежащие жилые дома и на дворные постройки. Для тушения пожара задействованы 17 человек личного состава и 5 единиц техники. В результате возгорания объем полностью уничтожены крыши кафе. Пострадали кухни и бытовые помещения на первом этаже. Цех расположен на цокольном этаже. Пострадавших нет. Пожар, бушующий с утра, до сих пор полностью не ликвидирован. А это кадры ДТП в Тарбогатайском районе в СНТ-Багульник. По версии аварийных комиссаров, водитель Toyota Prius Alpha отвлекся и врезался впереди стоящий автомобиль Toyota Corolla Fielder. Обошлось без пострадавших. В Улан-Удэ женщину привлекут к уголовной ответственности за вымогательство. Девушка платила бывшей подруге, чтобы та молчала о ее личной жизни до брака. Потерпевшая в общей сложности передала бывшей подруге более 50 тысяч рублей. А когда денежные средства закончились, обратилась в полицию. В результате оперативных мероприятий полицейские задержали подозреваемую, 36-летнюю жительницу Улан-Удэ. Задержанная вину не признала, ущерб возмещать отказалась. И сообщила полицейским, что муж бывшей подруги должен знать о том, что гражданка до брака вела асоциальный образ жизни. Подозреваемая не замужем, не работает, ранее не судима. Возбуждено уголовное дело. Теперь женщине грозит лишение свободы на срок до 4 лет. Степан Столбовский, Валерия Смольникова. Новости дня. Субтитры создавал DimaTorzok